Итак, мои хорошие, сегодня я хочу попробовать один способ, такой простой, народный, как можно очистить чайник. Видите, у нас вода неважная и постоянно собирается вот такой налет желтизной в чайнике. Я обычно заказываю вот такие вот капсулы с фаберлик для чистки. Ну, сегодня я решила попробовать совершенно иной способ. Сейчас я вам расскажу и покажу, и заодно проверим, действует он или нет, рабочий этот способ или нет. Сегодня возьму обыкновенный аспирин. Сейчас я раскрою, достану. Итак, я достаю аспирин. Не знаю, сейчас попробую таблеток 6 закинуть в чайник и прокипятить. И посмотрим, что из этого получится. Будет толк какой или нет. Рецепт из интернета взят. Уберу я 6 таблеточек, забрасываю, включаю и подождем. Посмотрим, что у нас из этого получится. И получится ли вообще что-то. Включу в чайник, таблетки растворяются. Посмотрим, будет реакция чистки или нет. Итак, чайник закипел. Пусть прокипит немножко. И там уже будет видно, очистился он у меня или нет. Итак, друзья, смотрите, как он кипит, шипит, пузырится. Реакция пошла. Но насколько он хорошо очистится, пока не знаю. Будем надеяться, что этот способ рабочий. Все, я его отключила. Через верх у меня пойдет. Отключила чайник. Все, пусть постоит немножко. И будем смотреть, что у меня получилось. Итак, девочки, мальчики, вода потемнела. Потемнела. Такая стала, знаете, грязная. Ну, посмотрим. Пусть еще минут 10 постоит. И буду промывать. И там уже увижу результат. Есть он на самом деле или нет. Итак, друзья, я слила воду. Как видите, налет остался. Сейчас попробую промыть при помощи тряпочки, губочки. Вот. И посмотрю, что из этого получится. Ну что, мои хорошие, чайник у меня не очистился. Я решила еще на один раз залить. И уже добавила 10 таблеток аспирина. Будем дальше экспериментировать. Что из этого получится во второй раз. Водичка закипает. Ждем-с, результат. Ждем-с. Ну, пошла реакция. Смотрите сейчас, как будет пузыриться. Красиво. Смотрите. Ну, вообще. Но вода уже стала чище во второй раз. Ну, что, мои хорошие. В принципе, налет как был, так налет, можно сказать, и остался. Так что, девочки, способ с аспирином, с обыкновенным аспирином, у меня не получился, не подействовал он на наш чайник. Вот такие-то дела, девочки. Вот такие-то дела. Так что, можете даже время свое зря не тратить. И таблетки не переводить. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всех вас люблю. Пока-пока. Еще увидимся. С вами была ваша Елена.